здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о борьбе с тлей тля является повсеместно распространенным и очень таким неприятным вредителем для повреждает практически все сельскохозяйственные растения и садовые и огородные и декоративные для опасно не только тем что она высасывает сок из растений соответственно вредит самому растению но и утли есть очень большой такой недостаток сожалению она является переносчиком многих вирусных заболеваний у растений это очень опасно для картофеля это очень опасно для плодовых растений точно опасно для декоративных растений ну Ну и, в принципе, для многолетних растений, для которых вирусы являются весьма-весьма актуальной проблемой. Хотя и у однолетних это тоже проблема, например, у томатов. Способов борьбы с тлей превеликое множество. Есть народные способы, есть химические способы борьбы. Среди химических препаратов, которые предназначены для борьбы с тлей, можно обозначить такие две большие группы. Первая группа – это системные препараты на основе неонекотиноидов. Мы о них уже говорили не раз, в том числе, когда необходимо бороться со щитовкой, белокрылкой. Вот они являются нашими незаменимыми помощниками в этом случае, потому что это очень трудноискореняемые вредители. Ну, а что касается тли, они, конечно, вызывают ее очень достаточно такую быструю гибель и долгое время держат растения свободными от тли, потому что препарат всасывается в само растение, циркулирует по нем и находится там 2-3 недели, даже до 4 недель обеспечивает защитный эффект. Применение такого рода препаратов химических, оно оправдано в первую очередь на декоративных растениях, тех, которые не употребляются в пищу. Другая группа препаратов, они более старые, но не менее, так сказать, эффективные или применимые, тоже широко распространены, это перитроидные препараты. Именно на них я хотел бы сфокусироваться. Ну, как узнать, перитроидные препараты или нет? Как правило, в наименовании действующего вещества имеется слово перм, да, перметрин, перитрин, ну, что-то такое, производное от слова перитроиды. Ну, всем известны такие препараты, это интавир, карате, их очень много, они, в принципе, все достаточно эффективны, не хочу говорить о каком-то конкретном препарате. В чем их суть? Суть в том, что перитроидные препараты являются производными от естественных перитринов. Эти вещества содержатся в некоторых растениях, сейчас мы тоже об этом поговорим. Ну, химики выделили эти вещества и на их основе создали более эффективные аналоги, которые не боятся ультрафиолета и вообще света, они более фотостабильны, которые длительное время действуют и которые действуют на широкий спектр тлей и других насекомых, не только на тлей. Ну, собственно, эти перитрины, они действуют на широкий спектр насекомых, в том числе на те, которые селятся на теле человека. Особенностью применения этих препаратов является то, что их ни в коем случае нельзя смешивать с щелочным мылом, ни с хозяйственным, ни с туалетным мылом, ни в коем случае. Когда вы их смешаете с таким мылом и сделаете среду более щелочной, ваш раствор, то эти препараты очень быстро теряют свою эффективность. Поэтому я знаю, что очень многие по незнанию, зная, что мыло можно применять против тли, они обогащают как бы мыльный раствор этими препаратами и считают, что так будет лучше. Нет, так будет хуже. Никогда не используйте мыло при использовании перитроидных препаратов. Оно их разрушает, щелочная среда их разрушает. Давайте поговорим о более щадящих методах борьбы с тлями. Ну, наиболее распространенным таким щадящим методом является использование мыла, хозяйственного или туалетного мыла. Ну, некоторые теперь советуют еще использовать жидкое мыло. Нет, жидкое мыло неэффективно для борьбы с тлей. С чем связано использование мыла при борьбе с тлей? Оно связано с тем, что тля дышит брюшком. То есть то, где тля вдыхает-выдыхает воздух, у нее находятся эти дыхальца на брюшке, возле лапок. Соответственно, когда образуется пленочка, она закупоривает эти дыхальца, соответственно, сами тли погибают. При этом какого-то токсического действия эти пленочки на растения не оказывают. Они через какое-то время смываются дождями, если таковые будут. Сейчас очень сухо в этом году, просто ужас. И, соответственно, насекомое погибает. Мыльные растворы можно обогащать другими пленкообразователями, такими как масло или молочная сыворотка. У нас есть выпуски на эту тему, соответственно, их можно посмотреть. Поэтому, когда вы добавляете куда-либо мыло при борьбе с тлей, и если растворы оказываются несовместимыми, то просто работает вот это самое мыло. Как я еще раз говорю, что жидкое мыло в этом смысле неэффективно. Можно услышать у многих блогеров такие советы, к сожалению, по борьбе с тлями, как использование цветков ромашки аптечной. Конечно, если вы будете опрыскивать настоем аптечной ромашки ваши растения, то вреда никакого не будет, но и пользы при борьбе с тлями тоже никакой не будет. Связано это с тем, что многие блогеры, к сожалению, не обладая достаточными знаниями в ботанике, услышав слово ромашка относительно того растения, у которых натуральные перитроиды содержатся в большом количестве, и порошок, или вытяжка из которых ранее применялась в качестве инсектицида, они уже решили, что и аптечная ромашка тоже будет эффективна. Ничего подобного. Растения, из которых выделили перитроиды впервые, это долматская ромашка, которая к ромашкам не имеет никакого отношения. Это перетрум девичий, совершенно другой род растений. Имеются также советы использовать вот такую вот ромашку пахучую. Она отличается от обыкновенной ромашки, вот от такой ромашки тем, что она низенькая, и у нее нет лепестков здесь. Действительно, она очень хорошо пахнет, но тля ее ест прекрасно, хотя гораздо хуже, чем непохучую вот эту обыкновенную ромашку. Здесь вообще все стебли уже покрыты черной тлей, поэтому ее надо, конечно, убирать. В этой связи я призываю для того, чтобы не тратить время и не иметь рисков повреждения растений, в том числе переноса вирусных инфекций, никогда не используйте настой цветков аптечной ромашки для борьбы с тлями или какими-либо еще другими вредителями. Это абсолютно неэффективно, просто потеряете время, и именно это будет вред. Конечно, если блогер советует к такому настою прибавить мыло, ну то мыло, конечно, сработает и будет все хорошо. Но ромашка здесь абсолютно ни при чем, не заблуждайтесь. Конечно, есть еще и другие способы борьбы рекомендуемые, которые можно услышать. Это, например, обработка миоком. Не используйте этот метод. Он очень малоэффективен, да, он может создать дискомфортные условия для тлей и других насекомых-вредителей, но это древний способ, просто какой-то, понимаете, как каменный век. Это совершенно неэффективно. Есть другие эффективные настоящие способы по борьбе с тлями. И еще есть один способ, который действительно очень эффективен, но, к сожалению, не так дешев. Это использование кока-колы для борьбы с тлями. Действительно, в 2-3 раза разбавленный напиток эффективен. Там содержится сахар, он может являться в какой-то степени пленкообразователем. Там содержится ортофосфорная кислота, которая при попадании на таких нежных насекомых, как тли, могут повреждать, соответственно, их тельце. Но я сталкивался с тем, что, к сожалению, обилие сахара в таком напитке, оно приводит к развитию сажистого грибка, и, в общем, ничего хорошего из этого не получается. Хотя, метод действительно эффективный. Надеюсь, что наш экскурс в борьбу с тлями вам поможет принять правильное решение, принимать правильные меры. Если вы применяете химические препараты, применяйте более щадящие препараты на основе перитроидов для плодовых растений и для овощных длительного срока созревания плодов. Применяйте системные препараты для декоративных растений. Это проще и эффективнее даже в какой-то степени. Для любителей более щадящих методов применяйте хозяйственное мыло, туалетное мыло, дегтярное мыло. Пожалуйста, хотя деготь там совершенно ни при чем, но если хочется, можно. Применяйте зеленое мыло, оно тоже очень эффективно для борьбы с тлями. Применяйте те методы, о которых мы говорили в наших видео, в других, с маслом, смеси с маслом и с сывороткой. И, пожалуйста, не применяйте всякие настои трав, все остальное прочее. Они, к сожалению, недостаточно эффективны или неэффективны вовсе. Для тех, кто новичок в деле садоводства, мы покажем несколько видео относительно симптомов поражения тлями, чтобы они не гадали, что же случилось с растениями. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего, чтобы ваши сады и огороды цвели, чтобы там все хорошо росло и урожай был очень-очень хорошим и, самое главное, здоровым. И нажимайте на колокольчик для того, чтобы подписаться на наш канал, не пропустить наши советы. А также приходите на портал процветок.ком, там есть эти видео, и под ними мы тоже делаем очень-очень большие обсуждения всех насущных вопросов садоводства и огородничества. Всего хорошего!